здравствуйте откуда вы курская область вас пас куск кстати скажите мне пожалуйста я вот постоянно слышу когда вот курска если не читать допустим курского дугу ну что вспоминаем про город пуск вот почему говорят постоянно пускай магнитная аномалия вот я что-то не совсем понимаю как раз этот город где я нахожусь как это проявляется что нет он молодой вот этот город он 65 лет ему всему прошлом декабре исполнил он специально построен как раз вот для курской магнитной аномалии для добычи руды железной открытым способом непосредственно понятно понятно то есть получается кстати вот это вот месторождение она и была открыта только из-за того что здесь действительно аномально себя ведет магнитная стрелка на компасе а как она крутится что ли постоянно лика она вообще не показывает непонятно куда то есть не на север а занимает произвольное понятно вы знаете я кстати слышал есть такое кажется на кавказе место там прям дорога такая и она вверх как будто идет тут ставили машину и поразительно машина почему-то вверх начинает ну то есть снимали с ручника и машина вверх начал начинала катиться представлять тоже горит какой-то магнитная штука какая-то прям такая интересная представить такие места есть на земле треугольник там к примеру гермудский где что-то строение там то ли земной коры и что ли другое поэтому физика физика такая сложная наука вы на какие темы здесь общаетесь я в общем-то готов там к любому диалогу поэтому понятно какие то наверное тем есть ну какие-то темы если может вы спросите муж лучше если украинцы попадаются там приходится с ними там пой вести ну да у нас сейчас такие словесные бои и как успех есть у вас у меня наоборот знаете вот у меня такое впечатление что мы где-то что-то упустили с этой страной я имею ввиду сама страна как страна вот и мы а явно недооценили что там изменилось по сравнению с советским предположим периодом смысле вы имеете ввиду изменился в худшую плохую сторону но мы недооценили вот те то влияние запада которая там реализовано а вы кстати заметили такую штуку вот что украинцы когда лучше от рулетки сидят они все как будто говорят об и одно и то же заметили такой вот и это тоже да и это тоже то есть явно по одному учебнику энное количество людей которые совершенно и знаете чего-то интересная какая штука поначалу я заметил что вот именно когда ну скажем годик назад или даже даже полгода назад как рулетку зайду так все подряд то есть этом слава украине поперла и поперла сразу ты знаете такого-то как спесь бесконечные злоба такая знаете как будто вот с позиции какой-то там и там лучше а сейчас почему-то я заметил может быть и как бы мне кажется но особенно старики сейчас начиная постепенно постепенно как будто уже то ли уставать от этого всего то ли как-то снимается какой-то флёр у них вот этот вот обмана какого-то которого и внушали и по ним вам понемногу вот некоторые начинают вспоминать я не знаю там павку корчагина начинает вспоминать я не знаю а советское прошлое с опионерию там например говорит что как то так я многие даже уже начинает отказываться от типа бандеры да это все плохо это все нехорошо это фашист действительно понимаете как то может быть все таки значит действует как действует динди нацификации старики они ну те которые при союзе родились да они же все таки им досталось как бы та информация которую в союзе вкладку по всей территории страны совершенно верно и поэтому там уже ложилась информация которая сейчас вот заражены они да она на другую почву скажем так одно дело на чистый листочек написать можно что угодно да и впитается а другое дело если другая пропаганда советская которая работала скажем так достаточно эффективно а эффективность она ведь и достигается что есть что сказать в виде достижений да а нынешней украине тут достаточно сложно они где-то в какой-то степени повторили как союз в 90-х там поступал это как бы здесь не знаю как то не корректно кстати вы знаете кстати я вот постоянно задавался вопросом вот мы ходим по рулетке видим столько людей вот неправильно ну скажем как неправильно совершенно какого-то другого мышления то есть как будто подмене знаете как будто алботомии людям сделали особенно старикам как наговорили и получается такой как бы интересная тенденция что говорят про биолаборатории на украине там вот именно странах ближнего зарубежья и сразу вспоминаем они если это биодействия как раз таки вот этих самых биолаборатория что люди так легко как будто стали зомби вам не кажется это что что-то устроен но я немножко все-таки как бы в оправдание свое бы сказал то ведь союз то тоже ведь развалился до повлияет под влиянием в том числе и западной пропаганды грузом он не смог до головы от развалился под влиянием запада пропаганды поэтому как тут совсем не корректно не ну смотрите если брать чисто распад союза то мне кажется тут как бы изначально не то чтобы пропаганда была мне кажется советский союз все-таки был развалился не девяносто первом году и даже не восемьдесят пятом когда там перестройка началась и такое он развалился мне кажется еще пятьдесят шестом когда был двадцатый съезд мне кажется так а вы думаете а что там вы имеете ввиду что вот эту информацию довели до народа или скажем так в извращенном виде не не совсем так рассмотреть когда в любом случае когда говорит что неподкупные вы точнее как в крепости всегда берутся изнутри и соответственно самый основной цементирующий такой костяк вообще нашего государства это прежде всего была партия и когда двадцатом съезде просто прочитали докладную не будем говорить там правильно неправильно это малость история отдельно а то что как раз вот этот доклад он поставил такой знаете клин по прям внутри партии и то есть расколол ее на несколько частей то есть остались те кто застали на те кто против сталина те кто вообще чудо там вообще свое что-то выбрали и вот этот раскол как раз партии которых повлиял потом и на пражскую весну и на событие венгрии в польше там познания как раз того же периода то есть когда начинали такой рушится мировая социалистическая система плюс китай начал отходить вот например те политика молодцы дуна того же самого это все как раз это все как раз политика как раз вами на 20 съезда после 20 съезда вот это началось и потом по фактически уже потом как бы падение курса рубля ну то есть как как помните же было пиши 60 какой-то когда утре резко рубль стал как-то по отношению к золоту как-то проседать а что-то типа этого когда вы начались новые деньги пошли после сталинских денег пошли маленькие такие фантики да 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 его тогда как раз рубль мало спросил получается и началось даже цены как-то расти потом вот эти рязанские чудо которых когда он там и на слишком завыши завышены их было много потом нефтяная игла и закончилась распадом союза вот это как раз все шло оттуда почему прежде всего это не потому что экономически я бы еще сказал бы о том что вот сейчас ведь в китае практически реализуют косыгинские идеи которые ну в какой-то мере да возможно в какой-то мере конечно да не один к одному да но в какой-то мере а у нас же не рискнули вот ну в силу вообще так друг тут другой черты косности идеологии не косность съезде как же получается как бы да действительно раскололи в какой-то степени до какой-то степени но ведь можно ведь сказать просто поменяли курс вы именно в борьбе за власть ну курс как бы не тоже не так уж и открытому смотрите и тут надо брать все таки опять же кто делает секретный доклад это дело хрущев политика хрущева вообще категорически странная если смотреть на его например характеристику о том что когда он родился где он родился как он вообще попал вообще в лава власти вроде у человека которого про все говорят ну совершенно не образованы совершенно какой-тоyearthunk конкретно так его что дремучим называл кто-то из известных личности вот как он попал туда а попал там опять же через личное знакомство например женой сталина и тогда есть у живой который но вот потому что они вместе учились где-то опять же много-то много тайного происходит например том откуда кто такой хрущев кто откуда он произошел и так далее хоть он там и писал что он там есть каких-то там короче батраков и прочее на самом деле есть даже версия что он произошел вообще от каких-то там не знаю этих панов что ли где-то вот вышло такое в общем когда там поменял фамилии получился как бы хрущев как-то вот и к чему я веду так тому что как раз 20 съезд возможно это кто его знает потому что слишком уж восхождение хрущева к власти была слишком такой стремительная слишком через задний год и возможно не кажется ли вам что это может быть прекрасным человеком который мог быть например завербован примеру как вариант вам действительно писать неплохо вообще-то говоря мне кажется ну вот очень хорошая как бы тема и кстати еще заметьте ведь после того как хрущева сняли с должности ведь не в советском союзе его мемуары то на написать или написали первыми а в соединенных штатах это тоже кстати что что-то странное здесь поэтому тут интересности система то была закрытая поэтому здесь естественно все это фильтровалось вот но это вот интересный взгляд вообще говоря вот на 20 вы подумайте это вот после 20 съезда именно началось политика начала категорически меняться так что вы сказать что это просто как бы борьба за власть вряд ли борьба за власть было мне кажется чуть раньше когда вот сталина не стала и после этого как раз началась борьба за власть между сторонниками если разобраться борьба за власть идет постоянно даже вот воробина сидят они уже тоже между собой борьба за власть или просто так что так безусловно безусловно ну а у вас вот как вы свою деятельность как вот оцениваете вам удается на той стороне добиться каких-то плюсов а знаете думаю что да вот даже за последние две недели мы встречались пару раз с одним человеком и которые тоже с украины молодой не старый там его дом говорил что он там был в торобороне был то что он там грамм там где-то ранен и был он tonight что они не любят русских и так далее в конце концов когда мы с ним пообщались он говорит что типа где-то что-то пересмотрел короче типа подумал над моими словами в конце концов стал может быть где-то и даже прав как бы а другой тоже человек он изначально мы с ним ругались по поводу то что украинского языка нету а существует типа украинской на рече вот он сначала она ругался типа не принимал а потом я говорю что для чего ты воюешь для чего ты как бы там хочешь оставить своей жизни а вот и же воюешь получается за деньги там американцев так далее так далее ну как бы со мной не соглашался поначалу а потом что-то подумал да типа он в конце концов согласился так что я думаю что какая-то польза от моей все-таки деятельности наверное есть это только как бы мелочи сколько людей которые послушали может быть что-то для себя как это вывоз сделали но но не сознаются сама обстановка она не располагает хотя некоторые вот люди даже из киева из харькова мне в открытую говорили что да мы ждем прихода ваших войск и быстрее ну и мне говорили так и мне даже в начале спецоперации говорили люди и молодые в том числе причем открыто абсолютно то есть они не боялись даже кстати его последнее время вот я говорил что многие начинают уже как-то даже старики они как-то не то что переобуваться а как будто у них снимается вот это вот зомбирование и даже всегда хочется сказать он блин берегите себя потому что у вас сложное время и сложная страна там говорить наверное не все можно что нужно так что вот так приходится иногда напоминать так вот такого рода наблюдения у вас а как меняется с нашей стороны вот отношение к операции ведь поначалу воспринимали ведь ну какая-то часть вообще было по моему индифферентно к ней вообще скажем так вот потом ведь как бы действительно ведь в планах было все это довольно достаточно будет закончить никто же не планировал мне кажется год этим заниматься ну да вот смотрите чисто мои чисто мои наблюдения смотрите а в начале я просто как бы в рулетке как бы как бы давно уже и в начале спецоперации очень не как бы да действительно было даже не двояко тоже там трояко и многояко было короче отношения то есть одни говорили мы ничего не понимаем как бы ничего не понятно как поэтому типа без этой темы потом когда уже к лету уже начинали понимать что то есть такую и у нас флёр начинал сниматься по я понимал что за что мы воюем что действительно вот пообщавшись рулетки понимаю что сколько тут не знать их людей которые сама начала кричать типа в дамы русских нелюбимые хотим уничтожать независимо там от все мы там бандеровцы и так далее так далее начинаешь понимать что действительно какие-то слова вдоль и правду нашего президента были когда он говорил о том что ради чего мы туда пришли потом как бы чуть погодя уже мы смотрели когда выводили людей с азов стали например вот этих вот азовцев допустим видели какие у них там наколки и прочее уже это о чем-то говорила плюс когда объясняла когда показывали про мариуполь например как они убивали плюс вот этот рассказываем все про восемь лет как они бомбили людей и все мы это прекрасно и раньше знали но тут они мы увидели их более как бы детально как это действительно в реальности было уже в реальной войне когда уже наши начали участвовать в ней как они прикрывались людьми и так далее и поэтому у людей постепенно начинала складываться мнение о том что действительно мы воюем не за просто так и действительно что-то в этом есть нужно вот ну потом тут интересно как бы тенденция такая была но потом когда началась мобилизация от у некоторых началось начало странное такое шатание понимаете они вроде бы как бы из-за нас ну вроде бы как бы начинают говорить о том что типа а зачем я должен защищать эту страну как вы понимаете ну и потом со временем когда эти люди тоже так сказать отсеялись в другие страны скажем ближнего зарубежья сейчас я думаю с нами остались только наши верные люди поэтому мне кажется что вот как раз сейчас по моему наша страна не была так едина в плане единодушия по моему со времен советского союза точно не так кажется поэтому я думаю что как раз таки вот эта ситуация нас объединила все какие-то положительные изменения происходят вот в этом вопросе вот а у вас вообще есть какие-то такие особые мысли касаемо пожеланий может быть наши с вами родине или нашим скажем ну скажем братьям как и брать они есть братья конечно безусловно даже как бы по крайней мере там восточная центральная часть это по-любому наши братья как бы там ну заблудшие там какие-то братья там поддавшиеся пирожку там или печенье что там раздавали да конечно вот а вот конечно западной частью если историю то вспомнить сколько там лет после войны продолжались еще военные бандеры до пятидесятых годов там еще вот вот поэтому это первое да вот потом еще же такие события лесные братья прибалтики лесные братья у нас светит смотрите я все потом подвожу что я хочу сказать есть такая прибалтийская актриса да да вот я хотел обойтись без названия она рассказывает это буквально незадолго до операции рассказывать такой анекдот а вы знаете прибалтики там чем огороды поливает не то точнее не чем огороды а почему будет на огороды поливаем подсолнечным маслом до сих пор вы знаете а потому что у нас там оружие еще закапано до сих пор и это актриса который на федеральных российских каналах выступает ей такое вот дают так это четко пропаганда извините ребята что значит лесные братья до сих пор где-то схроны у них есть прибалтики ну а что она могла еще сказать ну что она могла еще сказать она она недавно говорил о том что она оказывается ну то есть лайма вайкули можно назовем своими именами она же сказала что она что-то там с кормила весь советский союз что-то типа этого я так услышал конечно что мы должен сказать чтобы россия сейчас не повторила ошибки советского союза и уже раз и навсегда разобралась с этой проблемой не половинчато решала ее а полностью чтобы нам эти десятками лет эти военные операции то не проводить это что же вообще-то накладно нам бы лучше мирным строительством мирно это всегда прекрасно только знаете фашизм это такая фашизм это такая штука и кстати вот как многие говорят в сорок пятом году война не закончилась она идет до сих пор просто в какой-то в той или иной мере так что вот сейчас эта война как раз снова сгорелась аргумент для украинцев ребята вы почему вот такой вопрос задается а чем так боитесь на то ребята вообще-то говоря союз до варшавский договор распустил нато не распустилась хотя вы провозглашаете что это оборонительный союза против кого вы тогда извините обороняйтесь если варшавского договора нет это то же самое да мы постоянно это говорит мы постоянно это говорим украинцам вопрос только в том что они нам задают вопрос постоянно типа почему весь мир сейчас против россии типа мол мы должны это типа что-то понять о том что дипа дескать весь мир против наш значит мы типа не правы на самом деле не совсем так неужели сложное понятие как раз доказывая их зомбированности то что весь мир против нас да потому что изначально когда он был после сорок пятом году начало начало точнее после войны началась холодная война соответственно весь мир восстал против россии а почему то просто потому что был мир получился тут полярные и мы не стали служить тогда доллару то есть а сейчас мы тоже не хотим служить доллару и вот опять начинается и весь мир опять пошел против нас а почему то просто потому что доллар на этом не получит ничего если будет два мира два поля два поля ну ладно рад был с вами пообщаться очень хороший собеседник надеюсь что мы еще встретимся с вами на просторах интернета давайте все вам доброе я предполагал что то подобно я там иногда пишу я там владимир чиганов это еще как бы интересная история из моей жизни почему чиганов и поселок военный чиган назывался я как бы увековечил от этого хозяйства потому что ну это же не каждому как бы довелось на таких объектах жёстко там жёстко кстати памятник вот кто-то в одноклассниках там я даже не знал что есть в одном из городов не помню по моему курчатов если не память не изменяет так вот там хорошая надпись на этом я дословно не помню но памятник поставлен поколению опаленному атомом выражение выражение какой-то он точно знаете поколению опаленному атом ладно побежал и дальше спасибо вам за общение я тоже очень спасибо до свидания